Знакомиться ближе. У меня более семи лет профессионального опыта. Я начала работать как сишат-программист в Украине. И потом я заинтересовалась тестированием. Вскоре я стала работать, мне вообще посчастливилось работать в одной из немногих продуктовых компаний в Украине Magento. И там я и начала тестировать. После этого я переехала в Германию и начала работать в одной из e-commerce компаний там. И в ней я руководила отделом тестирования и основала его. И в прошлом году Indeed пригласила меня работать в Токио. И я подумала, что я могу им предложить. Но на самом деле тестирование в Японии ничем не отличается от Европы. И даже можно что-то привнести. И мы даже очень много из нашего опыта европейского можем им предложить. То есть, как минимум, нет такой высокотехнологичной системы в Японии, которая может тестировать вместо тестировщика или думать как тестировщика. Я также сертифицированный тестировщик. И мой опыт работы в основном связан с веб-проектами. Поэтому и моя презентация, она более веб-ориентирована. И я всегда была связана с автоматизацией и мануальным тестированием. Но также очень часто по ситуации я была вовлечена в принятие каких-то бизнес-решений. Поэтому мне приходилось иногда выполнять роль бизнес-аналитика. Хотя это была не моя главная обязанность. Итак, чтобы у вас был контекст, я должна вам рассказать немного, как работает Indeed. В общем, какая организация команд. В Indeed очень много крупно-функциональных команд, которые работают над разными маленькими или большими продуктами. В стиле стартапа. В компании практикуются гибкие методологии, скрам и камбан. И сегодня утром я узнала, что, оказывается, моя команда большая работает по технологии Safe. Хотя никто ее так не называл. Если вы слышали, утром я просто удивилась, что окей, у нас оказывается Safe. Также у нас очень мало проектов, у которых есть фиксированный объем работы, графиком или даже бюджетом. Но мы ограничены только человеческими ресурсами. Поэтому мы все равно должны принимать взвешенные решения в том, какую функциональность будем реализовать, и как ее будем тестировать, как сильно будем отрестировать, и какая у нас будет тестная стратегия. Но насколько большая у нас вообще команда отделов-тестировщиков? У нас 5 инженерных офисов в Indeed. Tokyo один из самых больших. Hyderabad, India. Seattle, Austin и San Francisco. И в них более 200 тестировщиков. Но они не являются частью отдельной команды. Каждый тестировщик или несколько тестировщиков. Они являются частью маленьких функциональных команд, о которых я говорила. Что делает Indeed? Indeed является ведущим веб-сайтом по поиску работы. Мы, конечно, больше всего ориентированы на англоговорящий рынок, поэтому здесь он не так сильно известен. Но при этом его посвящают более 200 миллионов уникальных пользователей в месяц из 60 стран. Он присутствует на 28 языках. И вообще цель, мы помогаем работодателям во всем мире найти соискательные работы и соискателям найти работу. Но главная цель для нас это соискатель. И мы всегда задаемся вопросом, что важно для соискателя работы. Чтобы ответить на этот вопрос, мы тестируем и измеряем абсолютно все, что необходимо для нас. По этой причине мы используем и бетестирование, и логируем все необходимые показатели для анализа пользователей. И я вообще очень заинтересовалась, когда пришла в Indeed, что у нас столько много данных о поведении наших пользователей, о том, как они вообще взаимодействуют с системой, буквально до клика, когда они перестают работать с системой. И эти данные используют только бизнес-аналитики. Я подумала, что это все-таки могло быть более полезно и для тестировщиков. Поэтому я изучила те инструменты, которыми владеют наши бизнес-аналитики, и использовала их для бизнес-анализа. И вот об этом я немножко, да, извините, не добиться, но для тестовой стратегии и того, что мы будем тестировать. Итак, перейдем. Перейдем. Давай, давай. Вот. Сегодня я поделюсь с вами подходом для проектирования тестов и также мониторинга системы и качества продукта на различных этапах эксплуатации, использования веб-сайта. Зачем это все нужно? Моя цель – тестировать то, что важно пользователям, в первую очередь, отслеживать ошибки на продакшен-веб-сайте и создавать тестовое покрытие, в котором каждый тест имеет только релевантное значение, и вот чтобы только тестировать то, что необходимо. И, конечно, приоритизировать автоматизацию, потому что раньше до меня никто этого не делал. В этой презентации я поделюсь не только документацией, но и вот всем этим тестовым, тестовой стратегией, которую вы можете использовать, или идеей, которые я считаю в каком-то смысле уникальны, потому что до меня никто это не делал в Индиде, как мониторить качество продукта, как создавать тестовое покрытие, базируясь на вот этом, можно сказать, базовом статистическом анализе данных, который доступен каждому тестировщику. И, конечно же, я вам предложу примеры, как и почему мы это делаем, может быть, что-то будет полезное и для вашего веб-проекта. Но в первую очередь я должна рассказать об ЭБИ-тестировании, потому что в Индиде мы его немножко по-другому делаем, чем стандартное понимание, что такое ЭБИ-тестирование. Итак, начнем с того, что говорит нам Википедия. ЭБИ-тестирование – это метод маркетингового исследования, суть которого заключается в том, что контрольная группа элементов сравнивается с набором тестовых групп. Я подумала, как это может выглядеть, и вот для меня это выглядит как-то вот так. И раньше до Индиде я думала, что это действительно применяется только для UI элементов или дизайна. Но в Индиде у нас разработан гибкий фреймворк, который open-source, и сейчас он находится на слайде. Он помогает распределить пользователей группы и динамически выполнять код в зависимости от этих групп. Мы используем этот фреймворк не только для каких-то фронтенд элементов, но и также, который в принципе для маркетингового исследования, потому что они будут влиять на поведение пользователя, но и также для бэкэнд-разработки. И иногда мы просто используем этот фреймворк, чтобы включить и выключить какую-то функциональность для определенного процента пользователей. Это может быть бэкэнд-функциональность доставки сообщений. Итак, какая ситуация в данный момент в моей команде? Мы одновременно проводим очень большое количество ЭБИ-экспериментов. В моей команде, например, сейчас 20 тестов, в которых от 5 до 7 вариаций. Это может быть фронтенд какие-то изменения большие, это может быть какие-то маленькие изменения, ну и также бэкэнд-функциональность, которая не повлияет на поведение или не должна повлиять на поведение пользователей. И во всех других командах более 100 активных экспериментов сейчас. Из-за этого тестировщик в Индиде должен думать о всех этих сумасшедших комбинациях для регрессионного тестирования. Это только относится к каким-то фронтенд и бэкэнд вариациям. Кроме вариаций этих экспериментов, у нас же еще есть какие-то тестовые окружения, которые мы должны покрывать. И вот какая у нас ситуация сейчас? Мы деплоим на продакшн каждый день. Вот представляете себе, даже несколько раз. У меня была ситуация, когда я деплоила три раза. И тестировщики тоже участвуют в деплое. Я напрямую могу деплоить на код на продакшн, потому что тестировщики еще могут быть релиз-менеджерами. Не все. Я, например, тоже релиз-менеджер. У нас есть автотесты, которые покрывают часть агрессии, но я не знала, какую часть агрессии. У нас не было никакого мастер-тест-плана или чек-листа, который бы говорил нам, вот вы знаете, у нас 10% покрыто, не было такого. Но все равно мы рассчитывали на эти регрессионные тесты, и они нам помогали релизить каждый день. Но есть некая проблема в моей функциональности, что моя функциональность в моей команде зависит от многих факторов, и она конфигурируемая. Поэтому мы пытались покрывать все возможные конфигурации, плюс АБ-тесты, и вы представляете, что мануальный тест-ститюд был просто гигантским, и очень стрессово было покрывать его. Мы все равно старались это делать, и у нас было минимальное количество ошибок на продакшене. Но все же, зачем нужен был анализ? Я бы могла жить дальше, как и жила. Но все равно меня волновала эта проблема, что тест-кейсы для регрессии не учитывают, как пользователи пользуются системой, и как они используют функциональность. Весь регрессионный сьют был нацелен на то, чтобы покрыть все возможные комбинации. Поэтому, что я захотела сделать? Я поставила цель команде. Первое, узнать своих пользователей лучше, потому что у нас скрам, у нас очень мало документации, и все, кто новенький приходит, они как бы учатся друг от друга, и при этом информация может теряться впоследствии. Особенно, когда как проект мой, пять лет, и тестировщики меняются, и какая-то информация может теряться. Чтобы узнать, какую информацию мы хотели, и почему мы хотели ее узнать, мотивация была следующая. Мы, как обычно, хотели тестировать то, что важно пользователям. Мы хотели придумывать идеи для улучшения продукта, потому что, как я сказала, мы находимся, моя команда практически в стартап, и очень много маленьких стартапов в Индите, и тестировщик тоже хочет придумывать улучшения, мы тоже отвечаем за успех продукта. Ну и, конечно же, в Индите, в первую очередь, тестировщики отстаивают интересы пользователей. И это наша задача – знать пользователей лучше. С чего мы начали? Мы начали анализировать, какие данные, в первую очередь, могут быть полезны для тестировщиков. Мы задали следующие вопросы. Какие наиболее популярные устройства и браузеры среди пользователей? Вроде бы очевидно, но до меня этот вопрос задавала только одна команда во всем Индите. Следующее. Какие наиболее часто встречающиеся шаблоны поведения пользователей? И вот эти вот конфигурации продукта. Почему я говорю конфигурации? Потому что я, может быть, отвечаю за маленькую кнопочку «Отправить ваше резюме», но эту кнопочку могут использовать программисты на других веб-сайтах и вставлять ее туда, и конфигурировать. И я не имела никакого доступа, как они на самом деле конфигурируют. А конфигурация была просто урма, очень большой продукт. Изменяется ли поведение пользователя в разных браузерах? Как ответить на этот вопрос? И изменяется ли поведение пользователя или вовлеченность пользователя в разных ЭБИ-тестах? Что самое важное для меня было, чтобы мониторить систему. Итак, мы начали с самого легкого. Хотя бы узнать статистику браузеров и устройств. Так как в Индите мы уже имели большое количество данных, именно вот эти данные было получить очень легко от реальных пользователей. И сразу отвечу на вопрос, почему бы не использовать мировую статистику использования браузеров. Но это не совсем корректно для моей компании, потому что все-таки мы в 60 странах, и именно мой продукт тоже в 60 странах использовался, все равно распространение браузеров было другое. Посмотрите, например, если мировая статистика используем браузер вот такая, что у нас Chrome, Internet Explorer, Firefox, то именно только для моей команды у нас уже немножко по-другому было распределение, и в том числе тот же Internet Explorer, у которого все проблемы были, он вообще, если его разбить далее, на 11, 10, 9, то 9, 10 оказалось тестировать вообще бесполезно, потому что люди не используют его, как минимум, для нашего продукта. Следующее. Как мы организовали эту информацию? Мы разбили ее на секции. Общая статистика использования устройств, включая мобильный апп, который у нас тоже есть и нужно тестировать. Также статистику использования браузера на ПК, и наутбуках, и отдельно на iOS и Android. Как мы используем эти данные? В первую очередь мы ее используем для того, чтобы тестировать эти наиболее релевантные устройства и браузеры, которые раньше были тестированы просто исходя из опыта тестировщика. Следующее. Мы приоритизируем, устанавливаем приоритеты кросс-браузерного тестирования во время регрессионного тестирования и для новой функциональности. И, конечно же, мы определяем критичность дефектов, что оказалось очень полезно. Когда мы разузнали статистику по поводу Internet Explorer, сразу же баги в Internet Explorer, оказалось, даже никто не заинтересовался не только их фиксить, но и находить. Поэтому мы очень сильно улучшили велосипеды нашего тестирования. И также мы приоритизуем автоматизацию. Как мы это делаем? Автоматизаторы наши тоже были не в курсе, с чего начинать, какие браузеры, какие девайсы покрывать. И эта информация была для них очень полезна. Где получить информацию для вас? В первую очередь с меня. У нас есть гибкая платформа для анализа данных, она Open Source. Если вы сможете заинтересовать ваших бизнес-аналитиков и использовать ее, пожалуйста, ссылка на слайде. Но в большинстве веб-проектов, я считаю, очень доступен другой важный и полезный инструмент. Это Google Analytics. И вот именно Google Analytics я использовала в своей немецкой компании для получения статистики и приоритизации, которые я пересматривала каждые три месяца. На всякий случай, кто его знает. На самом деле можно полгода, каждый полгода пересматривать. Но что делать, если ваш проект не... Ну, нету бизнес-аналитика. Надо посмотреть, на каком стадии ваш проект. То есть, вариант первый, который я себе придумала, это у вас проект стадии эксплуатации. То есть, у вас есть реальные пользователи, вы можете получить эти данные. То есть, я в первую очередь посвятовала бы проконсультироваться с программистами. Скорее всего, вы уже где-то это логируете. Либо в базе данных, либо в логах, либо даже на серверах. Или, если вы уже нигде нет, начните логировать юзер-агенты или зарегистрируйте, добавьте Google Analytics. С моей точки зрения, это минимальная имплементация, и польза будет в первую очередь от этого самая большая. Но вариант 2, когда вы только разрабатываете проект, он в стадии разработки, вы не знаете, кто будут ваши пользователи реальные. Но всегда проект для кого-то заточен. Он может быть заточен под русскоговорящего пользователя, под американского или по азиатского. Поверьте мне, статистика распределения браузеров, особенно в азиатских странах или даже в Индии, совершенно отличается от американского пользователя. Поэтому есть какие-то фичи, которые я тестировала, я знала, что они будут только для Индии в моей команде. Я использовала другой сет статистики использования браузеров. Так вот, вы должны определить рынок вашего пользователя, кто будет использовать ваше приложение, и опирайтесь на мировую статистику. В этой ситуации вы уже никак не можете заранее узнать, кто будут ваши юзеры. С моей точки зрения, вы можете быть уверены только в том, что вы тестируете релевантные браузеры только тогда, когда у вас есть эта реальная статистика. Это просто показала моя жизненная ситуация, что статистика отличалась на моих реальных пользователях от мировой статистики. Эта информация также может вам помочь, если компания может себе купить какие-то девайсы реальные для тестирования, определить, какие именно девайсы вы будете тестировать. И также вы можете использовать онлайн-инструменты для кросс-браузера на тестирование. Я думаю, может, вы уже о них знаете. Но просто напомню, это браузер-стат, с которым я работала, мне нравился. И SouthLab, который мы тоже используем, в том числе и для автоматизации. Мы разворачиваем на SouthLab все наши автоматические тест-кейсы, и они ранятся там параллельно. Итак, идем дальше. Конечно же, поделитесь этой информацией с вашими автоматизаторами. С чем я уже сказала. Я остановилась так долго на браузер статистики, потому что вам будет необходимо для реализации мои следующие идеи. Это был первый шаг, который мы предприняли в анализе данных. И давайте перейдем к следующему шагу. Определите метрики для вашего продукта. Подумайте с вашей командой, какие метрики важны для вашего веб-проекта. В веб-проектах, что мне пришло в голову, это что может быть важно. Уровень трафика сайта, коэффициент вовлеченности пользователей на странице, коэффициент конверсии, или процент пользователей, которые принимают желаемое решение, ну или какие-то другие финансовые показатели. Пообщайтесь с вашим бизнес-аналитиком. Я хочу пару примеров предложить вам. Пример номер один. Онлайн-магазин, с которым я работала. Какой был самый важный показатель для магазина? Конверсия. Верно. Я, в моей с точки зрения, выбрала количество заказов. Спасибо. Какая тут стратегия? Я предложила записывать данные о браузере вместе с заказом, вместе в одной базе данных, и собирать статистику заказа в разных браузерах. Что с этим делать? Когда вы имеете эту статистику, зная, в каком браузере, какая у вас конверсия или количество заказов, вы можете анализировать данные после каждого деплоя. Упало ли количество от нормы или нет. И это может вам понять, пропустили вы что-то или нет. Может быть, какой-то особенный браузер, который в этой ситуации, из этой функциональности не работает хорошо. И также вы можете провозить регрессионное тестирование дополнительно, если что-то, какие-то отклонения были от конверсии или количества заказов. Пример из моей команды. Сайт по поиску работы. Моя команда отвечает за важную функциональность. Предоставлять легкий процесс отвлека на вакансию и доставлять за 100% точностью только ту информацию, которую пользователи ввел. Один из важных показателей – это соотношение количества людей, которые начали отклик на вакансию и количества людей, которые закончили этот процесс. Мы анализируем этот показатель в разных устройствах и браузерах после каждого деплоя. И это не то, что я должна какие-то действия совершать. У нас есть система, которая позволяет визуализировать всю эту статистику, о которой я показала раньше – это Inhotep. И также мы проводим регрессионное тестирование. То первое, что когда я получила данные, я провела регрессионное тестирование во всех браузерах и нашла какие-то дополнительные баги, которые мы не заметили раньше. На самом деле команда больше показателей анализирует. Но я думаю, что это самое важное в данный момент. Другой пример, надеюсь, я вас не утомлю, примерами – это любой веб-сайт. И, как сказали, это важный показатель – коэффициент конверсии в этом сайте. И как его получить для вас. С моей точки зрения, мой любимый Google Аналитик. Вот буквально 4-5 шагов, чтобы получить конверсию в разных браузерах. И вы тоже можете применять такой же самый подход. Анализировать после каждого деплоя, какой был результат. И также проводить регрессионное тестирование, независимо от деплоя. Что я хотела бы уточнить здесь. Я заметила, что даже в нашем сайте коэффициент людей, которые начали и закончили отлик на вакансию, он отличается в зависимости от каждого дня. И поэтому нельзя анализировать понедельник со средой. Поведение пользователей более-менее одинаковое, видимо, с точки зрения психологии. Например, по субботам. Так что, если вам нужно анализировать данные вашего деплоя, не анализируйте четверг-пятница. Это совершенно другое поведение, вы начнете паниковать. Анализируйте пятницы с пятницами. И лучше, если у вас в прошлую пятницу не было деплоя, лучше анализируйте с такими данными, когда не было деплоя. Следующее. Я хочу подвести короткий итог по поводу этой идеи. На предыдущих слайдах я показала, как можно использовать данные о браузере в комбинации с бизнес-показателем для сайта. И благодаря этой информации вы можете следить с заявлением деплоя, что мы делаем автоматически практически, и выявлять браузер и устройство, где страдает вовлеченность пользователей. Но дальше я подумала, как мы еще можем использовать данные, которые у нас везде в статистике сохранены, чтобы выявлять проблемы, где у нас проблемные места, с которыми столкнулись пользоваться. Следующее, что пришло в голову, это практически из моей реальной жизни, это статистика ошибок в валидации. Вот так я себя чувствую после работы с большинством сайтами, особенно в Японии. UX просто это страшное дело, особенно в валидации. Что именно меня доводит до этого состояния? В основном это непонятные ошибки в валидации, которые не помогают бюзеру. И блокируют работу сайта. Я собрала небольшое количество ошибок, которые часто все видят пользователи. С моей точки зрения это в основном проблема UX. И далее примеры. Например, обязательные поля остались незаполненными. Самая такая стандартная ошибка. Но был ли бутестерочек проверил, есть ли подсказки для возополнения формы. Хоть как-то подумала о UX. Кстати, большая статистика, если вы лагируете фронт-энд валидацию, статистика неправильно заполненных, точнее даже пустых полей, может говорить о том, если она очень негативная, очень большой процент людей делают, что может быть все-таки что-то было непродумано. И вы можете указать это вашему дизайнеру и на данных подтвердить. Следующее. Ошибки о неправильном вводе. Сразу возникает вопрос, есть ли пример правильного ввода. Ошибки в валидации при отправке формы. Я думаю, что это уже может быть пропущенный тестовый сценарий. Бесполезные вообще сообщения об ошибке. Например, ваши данные были введены правильно. Ошибка где-то вверху, какие данные, ничего не подсвечивается. Тоже это должно быть проверено наперед. Может быть какое-то более эффективное сообщение. В каком-то более эффективном месте. Ну и конечно же мои нелюбимые 500-400 ошибки, HTTP запросов, которые достаточно очень сложно отловить и логировать правильно. Это уже свидетельствует о пропущенных тестовых сценариях. И высокая статистика этих 500-400 ошибок тоже очень много может говорить. Вам может показаться, что кстати многие из этих проблем могут быть проблемами только UX дизайнеров, и они должны об этом думать. Но с моей точки зрения тестировщик-чеклист в их ежедневную регрессию. И даже вот с продуманным UX все равно пользователи будут видеть ошибки. Но задача тестировщика находить проблемные места, чтобы пользователь не был заблокирован. Или чтобы хотя бы помогать пользователю дальше работать с веб-сайтом. Вообще некорректная обработка ошибки и какие-то бесполезные сообщения об ошибке могут просто вызвать недовольство и создать негативный имидж. Особенно, когда такое большое количество пользователей, как в Индиде. И впоследствии это может перевести к полному отказу. А у нас есть отказ использования сайта, а у нас есть достаточное количество в мире других веб-сайтов по поиску работы. Поэтому мы должны обязательно быть достаточно конкурентно способными. Итак, что я хотела об этом всем сказать. Пожалуйста, попытайтесь лагировать статистику ошибок валидации. Потому что, с моей точки зрения, фронт-энд валидация – это вообще очень редко лагируемая информация. И, возможно, у вас даже есть уже статистика бэк-энд валидации, поэтому следите, пожалуйста, за ней. И если вы можете, как тестировщик, сделать эту информацию наиболее доступной. Для ваших тестировщиков и программистов, в том числе и бизнес-аналитиков. Как я использую это для тестирования, эту статистику? Я, то есть, на самом деле, как вам использовать эту статистику, с моей точки зрения? Это, конечно же, проводить тестирование юзабилити. Есть ли подсказки для заполнения форм, о которых я говорила? Понятно ли пользователю, как исправить ошибку? Включайте это в регрессионное тестирование наиболее часто показываемые ошибки. И установите, конечно же, причины эти пятьсотых и четырехсотых. Возможно, как и в моей команде, вам потребуется улучшить лагирование с большим количеством данных. Ну и, конечно же, предотвращайте бесполезные сообщения об ошибке. Вчера был очень классный доклад по поводу тестирования дизайна. И там говорится о том, как предотвращать эти ошибки. Я не буду на этом останавливаться. Потому что читать лучше об этом книге, это не моя парафия. В основном, как предотвращать эти все бесполезные ошибки. Но для себя я, как минимум, делаю один чек-лист. Я пытаюсь убедиться в том, что требования включают понятный текст сообщения. И, конечно же, популяризируйте UX. Что мне нравится, что в Эдит команда тестировщиков все время старается находить все больше возможностей, чтобы получить информацию о проблемных местах и трудностях, где пользователи сталкиваются, думая о них. Статистика ошибок, я считаю, может о многом показать состояние системы. Может помочь найти проблемы с юзабилити и подтвердить ваши идеи о том, что вам просто не нравится это сообщение. Можете сказать, что вы знаете, там 10% пользователей встречаются с этим сообщением. Может что-то там не так. И также проблемы с производительностью 400-500 ошибки. И просто пропущенный тестовый сценарий. И в моем опыте действительно очень помогало найти такие ошибки. И наиболее важным результатом, конечно же, которого мы достигли, используя статистический анализ данных, было создание тестового покрытия, в котором существование каждого теста имеет только практическое значение. Как я сказала, моя идея была в том, чтобы уменьшить регрессионный тест-сьют и как можно меньше тестировать, но при этом покрывать самое важное. Как мы начали в нашей команде, после того, как я обучила других тестировщиков, и мы узнали пользователей лучше, мы начали пересматривать тестовое покрытие. Раньше оно было чек-листы, немного тест-кейсов и какое-то количество автоматизации тоже. Но я предложила Decision Table использовать для того, чтобы создать полную картину. Тут я не буду сильно останавливаться, потому что каждый тестировщик имеет свой собственный любимый вид сохранения тест-кейсов. Это могут быть чек-листы или какие-то другие данные. Но самое важное, что в примере Decision Table мы перечислили условия, в которых наша система работает. Я не буду много примеров, это всего лишь два условия, но на самом деле у нас уже более 20 как минимум условий. При этом каждое условие было проверено статистическим анализом, чтобы никакое условие не было нерелевантным. Мы указали ожидаемые результаты и наконец-то сделали Trissibility благодаря этому. Соединив существующие тест-кейсы и автоматические тест-кейсы. И при этом благодаря такой Trissibility, благодаря такому Decision Table мы поняли, какие тест-кейсы были никогда не покрыты, какие из них были намного более важны и где автоматизация совершенно пропустила какой-то важный тест-кейс. Итак, почти каждый член команды участвовал в этой реализации, в этой идее. Бизнес-аналитики, естественно, учили нас, как работать с этой тулзой для анализа данных. Программисты постепенно улучшали логирование системы по запросу нас, то есть они были достаточно открыты этой идеей. И самое важное – это сотрудничество между QA-инженерами и QA-автоматизаторами, которые очень часто, коммуникация отсутствует во многих командах. И мы сотрудничали очень тесно, и для них, когда показываешь какие-то данные и статистику, они намного более открыто соглашаются автоматизировать какой-то определенный тест-кейс быстрее, чем другой тест-кейс. И уже со мной поспорить достаточно сложно, когда я предлагаю им статистику и говорю, что вот эти вот тест-кейсы важнее, чем этих, поэтому этот месяц вы будете автоматизировать именно вот эту функциональность, а не ту, которую вы хотите. Но вернемся к тому, что зачем вообще мы это все делаем? Это мы хотим создавать продукты, которые любят пользователи. Это главная идея в Индиде. И, конечно, давайте подведем итоги. Подход разработки, опирающийся на данные, с моей точки зрения, подталкивает тестировщика, то, чтобы мы опирались на эти же данные. Я думаю, что необходимо пробовать анализировать имеющиеся данные, либо логировать те данные, которые будут полезны тестировщику для принятия решений. Также важно знать о... А, да, конечно, этот подход помогает приоритизировать тестирование, используя эти реальные данные. И, с моей точки зрения, что очень часто упускается, это использование инструментом для того, чтобы просто визуализировать проблемные места, с которыми ставкиваются пользователи. Я надеюсь, что я какие-то новые идеи вам дала. И, пожалуйста, дайте шанс анализу данных. Хоть какую-то часть попробуйте реализовать в вашем веб-проекте. Спасибо за внимание. Вопросы? Хорошо. За лучший вопрос футболка. Все знают, да? Здравствуйте. Спасибо за доклад. Есть такой вопрос. У вас очень большое количество пользователей. И, соответственно, в вашем разрезе один процент – это много. Вот как вы для себя внутренне определяете, на каком уровне стоит внимание обращаться на проблемных? О, нет. Вот где там 10% – это так. Ну, ладно, еще пойдет. А в другом случае один процент, и, о, боже, это критик. Это хороший вопрос. Когда я посмотрела на статистику в процентах, проценты вроде бы не так страшно отвечают. Но когда я посмотрела цифры, количество реальных людей, это, конечно, вообще, ух, смотрите, 1% – 100 тысяч человек, да? И ты думаешь, блин, 100 тысяч человек увидят эту багу. Это, конечно, вопрос чисто ответственности. Но есть все равно два вида ошибок. Это те, которые могут критически повлиять на бизнес. Это legal issues. И когда у нас 1%, представьте, 100 тысяч человек пойдут на нас в суд из-за того, что мы данные не передали правильно, email или телефон или еще что-то, это legal issues, а не все critical или блокер. Но когда это идет вопрос о одном проценте, и это, например, у нас Firefox, как ни странно, тестирование Firefox, то мы его даже не тестируем, потому что мы оцениваем риски, насколько плохо может не работать веб-сайт в Firefox. И если мы должны тестировать веб-сайт каждый день, сколько это нам займет времени, мы сравниваем. И с моей точки зрения, там, тот же Firefox, он не сильно ломает именно нашу функциональность по сравнению с Chrome. Если сломано в Chrome, скорее всего, в Firefox будет сломано. Но когда мы говорим по Internet Explorer, например, 9, который мы перестали вообще поддерживать, И это было, мы перестали его поддерживать, потому что я пришла с данными и сказала, вы знаете, нам все время приходится тестировать на этих виртуальных машинах в Internet Explorer 9, и смотрите, его там меньше процентов, что 0,5. Давайте вообще покажем пользователям, извините, обновитесь, пожалуйста. И представляете, они меня послушали. То есть, когда вы приходите с данными, вы можете мотивировать, что мы не хотим бы тестировать, насколько это критично, что люди не будут там им пользоваться. Какие именно пользователи? Платят они за это или не платят? Но для нас именно, моя команда занимается только соискателями, поэтому соискатели у нас номер один, и ошибки для соискателей у нас номер один. А если это ошибки для рекрутеров, например, мы, может быть, их не так сильно приоритизируем. Я ответила на этот вопрос. Да, спасибо. Хотела, Заваним, продолжить вопрос. Я по этой же теме хотел спросить. Вы говорите о том, что очень часто происходит деплой, и у вас очень ограниченное количество времени и очень большое желание затронуть основные кейсы, критикал кейсы. А пробудете ли вы более или менее полную регрессию, то есть, чтобы понять, а не появились ли новые? То есть, я понимаю, да, у вас есть анализ данных, и опираясь на это, вы как-то приоритизируете то, что надо пробей, пробежать и так далее. Но тестирование ручное, оно должно предполагать, ну, по крайней мере, у нас всегда используется в какое-то промежуток времени, в полной регрессии. Да, я понимаю, в некоторых командах вот есть этот момент, когда один день, например, они занимаются багхантингом, но это не происходит в моей команде. Я пыталась вести полное регрессионное тестирование раз в неделю, но это не очень хорошо пошло, потому что мотивация других тестировщиков была в том, что мы делаем эксплуатари очень много. То есть, тест-кейсов действительно мало, чит-листы есть, а чит-листы у нас что предполагают? Что мы делаем много от себя, то есть, много эксплуатари-тестинга. То есть, в принципе, мы покрываем часто очень много разных тест-кейсов, и я делаю full regression, когда есть время, но другие тестировщики не делают. Поэтому я хочу вести это изменение, и я надеюсь, его поддержат, потому что у нас есть большая поддержка из верха нашего менеджмента в последнее время, чтобы мы улучшали вот эту вот рабостность нашей системы. И поэтому, я думаю, мы будем это носить. Это очень хорошая идея и правильная, согласна. И вот, я думаю, всем поможет, тем, кто захочет использовать те наработки, о которых вы говорили, там, анализ ошибок и так далее. На каком проценте, я понимаю, что вы говорили, пятница у нас сравнивается с пятницей, но на каком проценте вы начинаете нервничать? Оп, что-то, наверное, пошло не так, то есть, там, 10%, 20%. Или вы примерно сравниваете? Я понимаю, что у вас, там, идет время на времени, и это очень много кейсов, очень много различной статистики. Как вы выбираете, что надо адресировать на ситуацию? Да, могу ответить на этот вопрос. Бизнес-аналитики сдали эту планку, это 0,5%. Да. Если у нас есть, вот мы когда релизим новую функциональность, новый дизайн, если у нас есть падение вот этого показателя, 0,5%, мы выключаем дизайн и начинаем анализировать, то есть у нас же в процентах, получается, в одном проценте. У нас есть уже катастрофические данные, собрались за неделю, и мы видим, что падение в негативную сторону, мы убираем его и начинаем еще раз перетестировать все, пересматриваем дизайн, может, какие-то ошибки не так. То есть это достаточно критично. 0,5% для нас это было серьезно. Это очень, я знаю, очень серьезно. Спасибо за докладу, очень интересная тема. Спасибо. Мне целая, не важно, такая серия вопросов, попытаюсь их собрать. Первое. Мы имеем дело по сбору телеметрии, некоторая по пользователям. Я так понимаю, выключен на проект, когда уже была некоторая база и настроенные процессы по сбору этой телеметрии. Вопрос. Аппетит приходит во время еды. Сколько вы добавили дополнительных функций по сбору этой штуки? Второе. Используете ли вы данные пользователя, которые наверняка еще профайлы в базе лежат? О том, как данные телеметрии этого пользователя, взаимодействуют с его там. Разбиваете ли вы пользователей профайлы на различные А, Б, Ц, Д? И ввиду того, что ГДБР идет все эти темы, как вы обходите, собственно говоря, или как вы тружите с ГДБРом и со всеми этими персональными штуками? И в дополнение к этому, не знаю, последовательно, но просто все связаны. Как это, как перформанс влияет на вот скорость телеметрии, на сколько вы анализируете ли вы это? Хорошо. Попытаюсь начать с конца. Если я правильно поняла по поводу перформанса. За перформансом мы следим в другой системе на серверах, и этим занимается наш сайт Reliability Engineer. И перформансом занимаются они, они находят перформанс баги, они их фиксят и сами закрывают. То есть в этом плане совсем круто. По поводу GDPR, я как раз ушла в отпуск, когда нужно было вытестировать. Но я понимаю общую ситуацию. Мы все данные анонимизируем. То есть я не знаю, вот именно вы, именно так себе повелили или нет. У нас есть ID-шники, хэши, все имейлы полностью анонимизированы. То есть если я что-то анализирую как тестировщик и добываю какие-то данные, это чистая статистика. Я не знаю абсолютно анонимизированные люди. По поводу развития людей на группы, вот это наш A-B-Testing Framework, он развивает их по каким-то определенным критериям. Например, и кстати рандомно, абсолютно рандомно. То есть ваши ID-шники рандомно входят в эти A-B-Test. Или вообще просто рандомно. И даже не связано с ID-шниками. Поэтому мы никак не параметризируем людей, даже если это из Индии люди или из Америки. Абсолютно они для нас одинаковые. Мы их практически одинаково будем как-то allocate на разные проектор-тесты. Вот первый вопрос я забыла. Первый вопрос был связан с увеличением количества телеметрии. Да, аппетит у меня был очень большой. Я начала уже всего лишь с анализа статистического браузера. Пошла, начала рассказывать обо всем, всем понравилось, все начали делать. Потом я говорю, а давайте еще бизнес-показатель, давайте еще дашборд в стройнике. Окей, ну давай, или попробую. Начала это делать. И потом, когда я начала собирать все данные, вот тут, конечно, бизнес-аналитики немного подустали, потому что когда я им задавал вопросы, они мне отвечали все реквестами в эти вот SQL-подобные серверы для анализа данных. И они, наверное, подумали, что я устала на это смотреть, но я не устала. Я начала строить дашборды вообще очень большущие. И постоянно, так как мы работаем, как я узнала, по сейфу, мы собирались раз в неделю, я им все время говорила, вы знаете, я вот такую информацию нашла, не тестируйте вот это или не думайте об этом в этом тест-кейсе или в этой функциональности. И это, кстати, помогло. Я просто обучала команду понемножку, маленьким количеством данных, и тоже не все в один день, потому что времени на это нет. Понемножку. Возникает какой-то вопрос, например, как много у нас залогированных, не залогированных пользователей. Задаю вопрос бизнес-аналитику, он отправляет мир-квест. Я сохранила его, поставила на дашборд. И сейчас дашборды действительно очень большие. Но это служит нам, мы делимся данными с новыми тестировщиками. Мы пришли, показали дашборд, изучай. Я ничего, мои знания абсолютно точны в каждый момент времени. Я никогда не забуду, как на самом деле система движется, действует. Поэтому я считаю это очень-очень важно. Я пришла, конечно, уже проекту было 5 лет, все данные были там, но, как я сказала, никто и не пользовался кланом бизнес-аналитиков. Да, пожалуйста. Лилия, спасибо большое за вашу презентацию. У меня к вам два вопроса небольших. Первый, это, конечно, касательно вашей статистики. Уменьшилось ли количество ошибок, пропускаемых вами, на итоговом продукте? И второе, по результатам сбора данных, предлагали ли вы какие-то улучшения в функционале самого сайта? По первому вопросу, как ни странно, количество ошибок, которые я нашла, увеличилось, потому что я начала видеть эти ошибки. Раньше я просто могла их не замечать, и в других браузерах никто их не тестировал, как вот в эксплуатуре-тесте, но при этом эффект пестицид-парадокс, вот он был все время, если один и тот же тестировщик тестирует, он делает эксплуатуре все-таки в одном стиле. И когда я пришла, у меня уже свежий взгляд, куча данных, я начала перетестировать разные места и находить больше ошибок, которые были пропущены другими людьми. Но вот критические ошибки изменились, потому что все-таки критичность зависит от того, насколько серьезно ошибку пропустили, но при этом статистически серьезно. Как много людей на самом деле были затронуты этой ошибкой. Если я знала, что это критичный тест-кейс, я его выполняла, искать из данных, и вот эта критичность количества ошибок, она пропала. По поводу второго вопроса. Да, я заметила, что у нас было определенное падение в определенных телефонах на фронт-энд функциональности, не связанное с аппом. И это мне немножко заподозрило, что-то не так. Я его тестировала, тестировала дополнительно. Это был мне самый приоритетный телефон. И вот я заметила со временем, что просто кнопка назад, иногда может полностью все, просто можно назад немножко слишком далеко уйти, если данные пропадают. Конечно, люди не хотят такого. Но я не знала, именно эта ошибка влияет на поведение. Именно там, там было, кстати, около 2% падения, но оно было там всегда, и все считали это фичей. Поэтому я пыталась заказать, что это не фича. И вывесила баг, уберите эту возможность, а, кстати, нет, даже не зад, а рефрешинга, рефрешинга по скроллу в андроиде. И когда они убрали, сразу же после деплоймента плюс 2%. Замечательный результат. Вы пишете в своем результате анализы под багом. Вот я нашла такую ошибку, ежеквартальном репорте я сказала, вот я нашла такую багу, благодаря бизнес-анализу плюс 2%. То есть это сразу же плюсик мне в карму и дополнительный бонус на самом деле. То есть если вы можете поддерживать ваши баги данными, это супер-классная информация. Спасибо. Пожалуйста. У нас уже время стекло, но вопросы. Да? Извините. Если интересно, мы спросим. Так, ой-ой-ой, хорошие вопросы были. Вот мужчина просто очень много задал. И вот я, кстати, можно? Там две, мне футболка. Можно от этого? Спасибо, ребята. Если вам какой-то вопрос, пожалуйста, пишите мне, я обязательно отвечу. Контактую. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...